Дорогие друзья, добрый вечер! Здравствуйте! Очень приятно вас видеть. 15-го числа у нас в этом зале состоялась премьера нашей концертной программы «Нурдос встреча друзей». На ней присутствовал один из авторов Георгий Васильев. И он после концерта сказал удивительную совершенно вещь. Ну, собственно, мы ожидали его, слышите от него? Но вам я и расскажу. Он сказал так, что «Я вот думал, что «Нурдос» — это вот эти льды вздымающиеся, это самолет садящийся, это какие-то технологичные костюмы, постановка. А действительно «Нурдос», между прочим, это был один из самых сложных мюзиклов с техническим отношением в мире, на самом деле. Это общепризнанно. Вот. А тут, значит, Васильев посмотрел нашу камерную программу и сказал, «Надо же, там еще и актеры были. Люди, да, люди, еще и люди, еще». Да, но он забыл еще одну вещь, что люди, да, люди были, это правда. Люди есть? Они есть. Будут? Я надеюсь, что будут. Но ведь есть еще и прекрасный поэтический и литературный, и музыкальный материал, который самодостаточен, который вне даже контекста вот этой сложной и технологичной постановки звучит абсолютно самостоятельно. В общем, в этом и заключается наша цель — пропеть избранные наши любимые арии и ансамблевые сцены, показать вам их красоту. Хотя что вам показывать, я знаю, что в зале в основном люди, которые не просто знают спектакль, а знают его наизусть, поэтому пойди вместе с нами. И главное, не забывайте заказывать еду. Потому что нам после прошлого нашего заседания претензию высказали. Люди у вас не едят, это плохо. Кафе прогорает. Я понимаю, что это не пустое будет. Да, нам просто скажут, нет, нет, вы убыточные и ужасные люди, вас никто не кушает. А пьют? У нас правила игры такие. Мы встречаемся здесь для того, чтобы общаться с вами. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать. Мы на них во втором акте обязательно ответим. Вот здесь вот есть корзиночка для записок. Не заказывайте песен. Заказывайте еду. И сейчас я вам представлю актеров, людей, понимаете, которые... Оригинал каст — это самый первый состав исполнителей самого первого стационарного варианта «Морд-Остер». Встречайте. Юрий Мазихин. Виктория Соловьёва. Катя Катарина. Ирина Линк. Марка Латин. Владимир. Олег Ледецов. Бессменный и незаменимый. Андрей Боктанов. Пётр Маркин. Нет слов. Алексей Роскаршановский. Прекрасный Иван Казухов. Отпоследствия Николая Антоновича на свете. Меня зовут Лидия Чебосарова. И все просьбы, пожелания и претензии вы можете посылать лично мне. Я с ними разберусь. Татьяна Солнышкина. Музыкальная руководитель. Концентмейстер. Музыкальный рутболизм. Хармейстер. Те, кто пораньше приходят на наше представление, имеют счастье наблюдать репетиции, как она дрючит нас перед... Ой, извините. Нормальный прогон. Перед каждым... Нет, просто он такой у нас употребимый вполне. Перед каждым выступлением Татьяна нас строит. Строит. Она с нами работает. Работает. Заслуженная артистка мюзикла. Всех мюзиклов на свете. Ну что ж, вы готовы? Да. С Богом. Начнем. С Богом. С Богом. Милый друг мой, дорогая моя Машка. Пишу тебе это письмо, и одна лишь мысль терзает меня. Горько сознавать, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и самая первая из них ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Та, что снаряжение экспедиции. 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 И жизнь — это пристань Помните, занятая солнцем пристань Пароходные гудки, крики, чай Рабочий лед грузит цюки на вашу А море такое! Море молчит, как рыба Но ветер дунет, и все изменится Море, то тише мыши, то выше крыши Зовет воду Штирик молчит и ленится Штормой рычит и пенится Белых своих варажков Сгоняя в северную длину Утро пропахло ветром А ветер пахнет блестной морожкою Город пропахло кожей Сырою кожей и кабаком Полдень пропахло крошкою Хлебом, зеленым луком Копченым салом и молоком Срочно лето загружено Будем грузить на ужин Чтобы запиться к рюмам И утром маршу отправить в море А наше море не слышит горя Лишь берег кончет, да камни почет Бурлит, локочет и знать не хочет Про наши беды на берегу Ну да чего же народ кругом Пошел жестокий и обозленный Всей нашей жизни цена пятак Кого гляди, налетишь на мёж Сегодня утром за бочеком Прырнули ножиком по чтальонам Убили малого просто так Убили малого не за грош Какой кошмар и куда же только глядит полиция Ну и ну Давно пора засадить в тюрьму Всех паразитов И всю шману И сад, иди поближе Чего дадутся, садись по кушей Бабы, вы что за роги Гляди, немого перепугали Вырос отцу помощник Ты ешь картошку, а их не слушай Лучше на всякий случай Гуляй пореже за бочагами Там ходят лихие люди Ножами машут размером с локоть А наш хозяин шутить не любит А наше тело лишним на локоть Чтоб утром башу отправить в море А наше море не слышит горя Мой лир покочет и знать не хочет Про наши беги на берегу Море молчет, как рыба Покуда ветер не переменится Море ленивым зверем Лежит под солнцем и греет бот Ветер сегодня лень Из-за мачты в воде не кремется Ветер в ушах не поет И день как светел, и нам не стоит Бояться горя, бояться бурит Покуда море глаза зажмурят Ленивым зверем, а прежний берег Лежит под солнцем у наших ног АПЛОДИСМЕНТЫ Обратили внимание, что в данном произведении сейчас роль положительного отца Григорьева исполнил наш классический академический злодей Это, запомни, академический злодей Это проходит с годами Да, у нас вообще, вы увидите, что сегодня мы в самых неожиданных ракурсах и самых неожиданных амплуа, даже порой для себя, будем наступать Не удивляйте Вы будете к этому готовы, да Зато следующий номер прозвучит в абсолютно аутентичном, оригинальном составе Как когда-то «Прощание с Архангельским» исполняют Ирина Линд, Юрий Мазихин и Петр Маркин Масковский скорый ждать не станет Нельзя опаздывать с нему По наш пути насильщик наград Еще мгновение и канет Все наше прошлое во тьму Минуты стрелкой сердце ранит Масковский скорый ждать не станет А море манит, море тянет Прийти сюда в последний раз Чтоб снова, как прежде, в бессмысленной надежде Святую Марию высматривать вдали И проклиная почту ждать писем И верят в то, что они лишь задержались в снегах чужой земли Поверьте, Маша, что столица поможет высохнуть слезам Пора с небес уже спуститься С Иваном Павловичем проститься И отправляться на вокзал Чтоб не закончено в романе Начать еще одну главу Экспресс не терпит опозданий Переезжайте, друг мой До свидания Переезжайте к нам в Москву Приеду 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 Чтоб снова стараться соседа Чтоб снова стать тенью У ваших вновь в Москве Быть другом и не болит Не зная, что здоровье Отведенный судьбой Нам в следующей главе От следующая сцена в спектакле «Арест отца» Страшная, драматичная Наполненная таким Совсем уж Ужасным настроением Когда у маленького немого мальчика Отнимают Последнюю надежду Хоть как-то жить На свете Еще раз повторюсь, простите, что Сбылась моя мечта Я всегда хотел спеть «Арест отца» Мы знали это Всегда хотел спеть Ты нам все уши проезжал Пристного, да Готовясь к уроку речи Всегда за кулисами Я слушал Пристова И думал, что Да ну здесь Я здесь должен быть Я А его, видите ли, Нарезили в какой-то костюм И он ходил как кораблев Большой добрый сло Спасибо «Арест отца» Арию Пристова Всполнит Петр Маркин Встречайте Аплодисменты Аплодисменты Кто среди вас тут будет Иван Григорьев? Если Иван Григорьев нужен, то вот он я. Вот он я. Кто ли это нож, Иван Григорьев? Вроде как похож, да? Значит, узнаешь очень хорошо, Что же ты его не спрятал в море? Стало быть, Григорьев, ты еще и глуп, ты еще и туп. Ладно, душевую, давай, пошел. Что тут еще, сынок? Это Григорьев, сынок. Он от рождения, словно, мы возле не убили. Если он нам чего сообщит, и видит, Пусть он скотар отсучит, хотя бы парк слов. Помните, ваше благородие, не шутите. Так поступать не гоже, этот не дай до боже. Не без чего народ артельный подумать может. Он тут пройдет, чтоб прочь стал чистеньким рабочим. И на планете летел и частник людей порочить. За он честным оказался, сам в злодействе расписался. Я вырезал буквами при гиме, да даже собственное биме. Где ты его оставил? Ну как не помнишь, может, где и когда оставил ты этот поршик? Где это было, спрашиваю я, в третий раз. В третий раз. Третий, и на этот раз последний. Я его на бедне, где-то обронил, да не помню где. Верно, обронил мне на бедне. А сегодня ночью ты его забыл, я на бурне. Там у почтальона в животе. Этого быть не может, этого быть не может. Вы же сладками сами, как он пристрел свой ножик. Этого быть не может. Животят вам, разойдитесь. В своем вашем благородии разберитесь при душке. Сердитесь права, ты не бежит каждого всего. Будет произошло в шикасне. Убийте, он не придурай. Для меня о том, как мечта Пети Маркина сбылась. Он снова превратится из злого пристава в доброго кораблевого. и исполнит сцену «Урок речи». Это, пожалуй, один из самых трогательных эпизодов, когда Кораблев встречает еще пока немого маленького Саню Григорьева и учит его на примере стихов великого Александра Сергеевича. Кстати говоря, мы без перерыва исполним сразу еще один номер. Это будет «Надвинется мгла», так называется «Оратория», которая олицетворяет смутные времена в России. Ну а так как тема «Вихри враждебных», видимо, всегда будет в России актуальна, то, кто знает, подпевайте. «Эй, капитан, чего раскисал? Что за беда? Откройся. Ну, не молчи, ну поделись. Давай, скажи, не бойся. Так ты, похоже, не умеешь. Прости, моряк, беги домой. Постой, но слух-то ты имеешь, И все, что слышишь, разумеешь. Так ты людей, они не море. А как же ты своих матросов Пред бурей сможешь ободрить? Не плачь, моряк, я знаю способ. Простой, но очень верный способ Научиться говорить. Запомнить нужно пару фраз И повторить сто тысяч раз И если только повторишь, Наверняка заговоришь. ПОЁТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ То заплачет, как у дитя. Запомни. То, как сверяна забоет, тот заплачет, как у дитя. Буря в дною небо кроет. Буря в дною небо кроет. Буря в дною небо кроет. Буря в дною словно пыль антракситовая. Нас обутала черным крылом. Все страну словно губно пропитывая. Перепутывая наши судьбы узлом. Мы историю не перечитывая. Отправляем сегодня на слон. Кружится мир на куски. А мы на время жаржись на водах кости. Маленький мальчик, барбочек, четыре страни. Парбочи, не стесняйся, ты всех не лишишь. Если будешь настойчив и смертный, Ты уже победил, ты уже говоришь. Навсегда позовусь, как бы в ложью не бер. В жарбу только, что правды с войны, малыш, Жизнь отсюда спасти не успел. В темном далеком краю, Ты, может быть, отыщешь тепло и уют. Стой, не забудь злоболучную сонку свою. Буря мглою в небо кроне, И крестнежные грудя. О, как зверя на забои, Кто заплачет, как видят. Всю страну, словно дубку пропитывая, Разъедая основы всего. Беркал глаз, словно пыль от границы твоя, Поставляя в тебя против всех одного. Вы живой, но других не рассчитывая, У тебя больше нет никого. На других не рассчитывая, У тебя больше нет никого. У тебя больше нет никого. Я вернусь к теме эпизода «Урок речи». У нас с этим связано такое светлое, чисто актерское, очень радостное воспоминание. Мы не удержались от искушения, чтобы на излете проекта один из спектаклей сделать зеленым. Для тех, кто не знает, это когда спектакль играется достаточно долго, актеры знают его уже наизусть, кто-ли поперек, и начинают как-то внутри спектакля жить своей жизнью, немножко шутить друг над другом, строить какие-то безобидные козни. Но это в репертуарном театре. Мы все-таки решились не последний. Последний игрался канонично, просто от первой до последней ноги. А вот один из последних спектаклей мы решили позеленить. Но мы уже тогда достаточно безгранично любили и уважительно относились к этому материалу, поэтому превращать в балаган мы не решились, чтобы зрители не чувствовали себя неуютно. На самом деле просто им пригрозили, что их лишат зарплаты. За этот спектакль. За этот зеленый спектакль. Поставят три Г. Не надо, не надо приезжать легенды. Вы посмотрите, что такое три Г. Объясни, объясни, чтобы Таня отдохнула. Три Г это отметка, это такое остроумное. Г это ошибка. Остроумное название ошибки. И сидели за кулисами по мреже и смотрели за каждым актером. И если актер делал шаг влево, шаг вправо от своей строго прописанной линейки в тексте, либо в танце, неважно, ему выставляли Г. И в зависимости от грубости, от грубости нарушения, Г могло быть от одного до четырех. 4Г это штраф. 4Г это... Да, просто. Капитализм страшный. Они скромны, что ты делаешь. Это всего лишь 200 баксов. Так вот, в этом спектакле было все. Начиная от бесконечной вереницы пионеров, которые пришли провожать Саня Григорьевна в вокзал. Ее организовал менеджер детской труппы. Это была Катя Татаринова, которая прибежала в костюме геолога провожать своего любимого. Ну и в общем много-много в коммунальной квартире вместо двух детей у Вальки Жукова, то бишь меня оказалось четыре вдруг, а я по тексту их называю, по именам, и мне походу пришлось придумывать эти. Но это все ерунда. Гран-при зеленого спектакля взял Петя Маркин. Он не делал ничего. Он не менял мизансцен, он не переодевался, он не хохмил. Он на ту же самую мелодию спел другое четверостишее Пушкина. Мы им добрая подружка, верно-веноскопа. Как я уже говорил, артисты ансамбля эту сцену не видят, потому что мы лекарадочно переодеваемся из грузчиков в рыночных торговцев. Но это видели и слышали оркестранты. И я просто слышал, как скрипки, глисондируя по грифу, сползают под пюпинку. А не мой мальчик, который сидит перед Кораблевым в этот момент, которому Кораблев объясняет рапопуляцию. Слава богу, у него не было микрофона, потому что она торопила. Но он отыграл уже где-то к тому моменту 100 спектаклей и знал. У него в подкорке был заложен текст, который спросил беззвучно, «Дядя Петя, что ты поешь?» Следующая сцена «Блошиный рынок». Следующая сцена «Блошиный рынок». Как вы знаете, в сцене «Блошиный рынок» вначале на сцену выкатывался трамвай в натуральную величину. Ну, вообще, как вы видите, у нас многое спектакля было большое и в натуральную величину, и по-взрослому. А примечательно то, что в первом ряду настоящих беспризорников выплясывали русские, московские беспризорники Виталий Грзенвассер и Глеб Бауэр. А сегодня партию самого Солка Голосова и маленького беспризорника исполниет Лидия Шпаксарова «Советский Союз». Сбылась мечта, я стал миллионером. Владею я несметным количеством мылей, Салитный вид, приличные манеры. Иду гулять по скверу, искать случайных прибылей. Ай-яй, купи-продай! Кого вы осчастливы с миллиона? Купить коробку с пичи или пару папирос? А может взять лаконадеколону? Мадам, прошу, пардону, возьмите взад ваш пупорос. Ай-яй, купи-продай! Да я миллионер, и ты миллионер, и он миллионер. Мы все миллионеры, пока товарищ пицционер Нас не погонит вдоль по скверу. Пока товарищ не тянет, нас не погонит вдоль по скверу. Зачем подушка, если нет кровати? И если нет рубашки, на койне-то жива. А может нам на вовле денег хватит? Ну, это как бы хватит. Тут, может, хватит и на два. Ай-яй, купи-продай! Да, красная страна, миллионеров. И временные беды перешиваем мы. Ай-яй, Бог нам дам начало новой эры. Мы сдохнут от твоей веры, и я такой крутой тюнинг. Ай-яй, да, хочешь в ноль. А я миллионер, и ты миллионер, и он миллионер. Мы все миллионеры, пока товарищ пицционер Нас не погонит вдоль по скверу. Пока товарищ пицционер Нас не погонит вдоль по скверу. Нас не погонит вдоль по скверу. Пока товарищ пицционер Нас не погонит вдоль по скверу. Нас не погонит вдоль по скверу. Дорогие друзья, я не знаю, что многие знают не только песни, но и танцы. Это очень радует. Здесь вот есть немножко, есть немножко места. Выходите и танцуйте. Танцую щекотно. Да. Да, может быть, мы еще попросим наших некоторых коллег сегодня исполнить какие-нибудь па. Нет, я не буду. Не будешь, да? Вы знаете, вот, Юра, вот почему бы и нет, Юра? На самом деле, ну вот как-то всем известно, что отрицательные роли, они удаются всегда как-то лучше, чем положительные. Ну вот почему так Юра говорит? На самом деле, вы знаете, он получил ведь золотую маску за свою роль. Но это не потому, что он так хорошо играл. Вы понимаете, мы так написали эту роль замечательно, что, ну только бы, я не знаю, кто не сыграл, вот. Жалко только вот, что Олег Кузнецов не получил вторую золотую маску. Он-то настоящий злодей. Но на самом деле, вот, когда тебе достается отрицательная роль, ты понимаешь, как это здорово. Можно сыграть и так, и так. А положительные, они все-таки и правильные, что бывает очень сложно найти какой-то дополнительный интерес в роли. Но Юре удалось сыграть отрицательного героя так, что, например, мне местами было его очень жалко. Спасибо. В хорошем смысле этого слова, Юра. Вот, может, ты споешь нам свою знаменитую песенку директора школы? Хорошо, это здорово. Несчастный, несчастный, о-о-о-очень. Нет, мне изначально непонятно, как такое вы могли себе позволить. Да, мне чрезвычайно неприятно, что сие вообще возможно в нашей школе. Знаете ли вы, что все злодейства, подлые предательства и фарисейства, так же начинались вроде бы пустяшных невинных мелких действий. И его, как известно, когда только у нас всей птичке пропасть. Крыкса на уроке, это дерзость. Ну-ка, Ромашов, поведай нам давай-ка, как организовал ты эту мерзость. Что вы, Николай Антонович, это, Валька? Ах, так это Жуков крысь приносит. Это был хомяк, а имя крысо-божди. Можно ли терпеть подобный вандолизм? В школе коммуне мы спросим и ответим строго, без обидников. Вы разрешите? Да нельзя! Ой, здравствуй, входи, я не тебе. Простите, родимая, только что на улице я встретился совсем случайно с мальчиком, которого в Архангельске я снова немного. Он был отрождением невинных. Надо весьма печально. Верно, но сейчас он говорит не хуже нас, он научился посмотреть тем это чудо. Ну-ка, мой друг, уж раз вы научились говорить, так расскажите же нам, кто вы и откуда. Меня зовут Григорий Александрович. Я привык на локтаре, и я крылью всегда так. Все, 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 мне ничего не понятно. Вам за флиганство три наряда. Крыса, ну, руки, значит, так вы двое. В комнату заведующего складом отведите прибывшего к нам героя. Пусть его денут и обуют, да, вы не ослышались его беруя. Пусть ребенок лучше учится у нас, чем на вокзале ворует. Крысу топить, постойте, кораблем, я задержу вас чуть-чуть. Да, я педагог, и мне понятно, жгучее желание помочь всем сразу, но мне чрезвычайно неприятно. Брадите без направлений наркобразовый, но только за нынешнюю осень привели таких, как он, примерно. Можно ли так вести себя учителям? Школу кабуны мы спросим и ответим с твердой без обидников. Вы извините, но нельзя. Сейчас прозвучит необыкновенное произведение, Вдохновляющее, прекрасное, знаменитное танго любви Исполняет великолепно несравненная Виктория Соловьев И Ирина Линд, и Петр Марки... Как? Маркин, Маркин, Петр Маркин Води, Катюша, погуляй. Эй-эй, оденься потеплей, Давай-давай-давай-давай, Скорей-скорей-скорей-скорей... Мой верный друг, не нужно слов, Они лишь сердце зря тревожат. Мы не опишем наших чувств, Передоверив их словам. Я знаю все, что мне сказать хотите вы, И вам ведь тоже наверняка Известно то, что я отвечу вам. Вы скажете безумство девять лет, И шесть из них везде я мужа нет, И я уже почти вдова, Но в ожидании вести роковой Не прави я считать себя вдовой, Пока моя любовь жива. Я только кое-что спрошу, Вы как, чайку или поесть? Ты предложила хоть в машину Ивану Павловичу присесть? Мама, все, ухожу... За девять лет забыли всех Об экспедиции пробавших, Но я не верю, что плохим Святой Марией капитан. Я буду ждать, и, может, смерть Уйдет, несовленно хлебавши. Я буду ждать, я буду ждать На перегон вода. В душа, моли полом, И снежный горь, Нагреюсь я по сенним дайдам, Хоть тлеет он. Едва, едва, бессильно Изменить течение лет, И ваш не мой вопрос И мой ответ. Пока моя любовь жива, Бессильно изменить течение лет, И ваш вопрос, и мой ответ, Пока моя любовь жива. Ах, Иван Павлович, вот так сюрприз. Машенька милая, сделайте чаю, Мы посидим, побьем, поболтаем, Можем достать парадный сервис. Боже, какой букет, ах, ну да, В марте один цветок, миллиона полтора. Простите, пожалуй, мне пора. Что вы, куда вы чай поспевает? Мы по-простому, без должностей. Знаете, мой друг, как приятно бывает Дома застать нежданных гостей. Я вас не понимаю, А, видимо, придется дарить розы в мае, Дешевле обойдется, Ведь и без приглашения на грани мовы гонок. Ах, Николай Антонович, к чему этот фарс? Иван Павлович Абукет Не вырушает катекет Или, быть может, мне принять гостей Не позволяет домострой? Быть может, мне запрещено Ходить в кино, смотреть в окно И в ожидании горных местей Должна я вскрыть лицо чадрой. Я вас не понимаю И правду непонятно Не знаю и сама я, Как вырваться обратно. По хангисту нет возврата И я, как приживалка У мужа ненава брата Шесть лет под замком. Ах, Боже мой, какой замок! Когда в ваш дом пришла вита, Кто, как не я, пожертвовал собой И вам помогал печаль унять? Кто делал все, что только мог? Чтоб наступил тот день, когда Мой бедный брат вернулся бы домой И смог бы снова вас обнять, Кто ради этого святого дня Так много отдал сил. И так мечтал, чтоб этот день Не наступил. Бабушка, бабулечка, откуда ты? Да не откуда, я тут полотометр немножечко расколотила. Где ты так испачкалась? А это что за чудо? Это Саня, вот у меня плечет. Все по-другому было, это не она, тут целиком элина. Простите, я его разбил на самом деле. Все это вранье. Да вы не слушайте ее, нет, это я его разбил. Это я его разбил. Это я его разбил. За все, за это все-таки верна народная примета. Делая добро, не стоит ожидать аналогичного ответа. Да неблагодарность, это-то и есть первопричина. Все в бед. Вот кого я пригрел неосторожно, Вот кому, увы, и поверил так жестоко. Вы хамелеон. Да как же можно про Ивана Павловича сказать такое? Да, удивительный феномен, Скромен и одновременно вероломен. Можно ли после этого переносить Ваше присутствие в этом доме? Думаю, ответ известен вам самим. Эпизод, мелодия которого, пожалуй, безусловно является лейтмотивом всего спектакля. Это вторая оратория, или больше известно как капитаны собственной судьбы. В спектакле этот номер исполняли четыре друга, главные герои. Саня, хотел сказать, Богданов. Саня Григорьева, Миша Ромашов, Валя Жуков и Катя Татарина. Но я думаю, что это абсолютно несправедливо. И сегодня мы споем «Капитанов» все вместе. И думаю, что с вами. Анна и Марта Баден. Это церковная приказная И какой-нибудь приют А шестая городская Две друзей не придают Мы возьмем с собой из детства Наше скромное наследство Неприметное для посторонних глаз Наши детские заботы Наши драки и байконы Наш флагдометр И наш грибучий газ Пару лягушек И копилку про запас Капитаны Собственной судьбы Это нас Зарек всегда трубы Это нам Поднимать ягаря И над дворем паря Отжигаться на солнце И делаться Песенцем в году Там крестись Сквозь радость и беду Там пример Слова-словная медь И сядь и бороться Нашим клятвам и законом Мы с тобою Неуклонно будем следовать Повсюду и всегда Пить так класс Пить так пылка И свою свинью копилку Бессоветно пронести Через года Не предавать И не сдаваться никогда Друг сердечный Друг мой дорогой Знаю от меня Я всегда с тобой И пускай Поменяются мы Поменяется мир Сквозь года прорастая До 12 месяца в году Слышь, что я Тебя не подведу Я тебя Никогда не предам И обиду не дам Никому никогда Я тебя Никогда не дам Следующий год Разумаясь Возьмем Явление Собственно Узнается С первых тактов Это номер Новый год Я признаюсь Приск маленькую тайну Открою у актеров ансамбля При всей нашей Любви к мюзиклу Ну не надо При всей нашей Любви к мюзиклу Теплых чувств Этот номер не испылил Потому что и без него На сцене было не просто тепло А жарко Благодаря поступам Из натуральной шерсти Меха Которой пожила Маша Данила Лично у меня был бесец Вот такой шикарный Шапка Потому что секс Танцы там были Не слабые То есть народ Выходил просто реально Мокрый с этой сцены А кто-то был на лыжах При этом они умудрялись В это время еще и петь Кстати До последнего спектакля Многие неистушенные зрители Думали, что хоры И ансамбли записаны Что это фонограмма Я еще раз только могу Отвердить, что это была неправда Больше того Исполнители главных ролей Подпевали за кулисами В свои микрофоны Пока одевали коньки Пока одевали коньки Это было ужасно Потому что текст припевов Было запомнить невозможно Он все время был разным Никто не помнил Наши вспоминители главных ролей Никто не помнитет с припевом И поэтому мы разработали Свою систему знаков Да, кроме одного Есть, кроме одного Мы разработали Свою систему знаков Вот И это означало Созвал нас гулять карнавал Вот это означало Флажки серпантин и снежки И вот это означало В краи бродят Токи-как Свою систему знаков Свою систему знаков Холода Холода Вновь мороз Будто наркоз Обезболил нам нос Видимо, это надолго И серьез Время Я, кто учен Мы, 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 раз И не почем В попу Потому что Нас валюки греют В попу Потому что Накой Кто-то Дорогой Кто-то Дорогой Дорогой Мы, 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 все Только поджим Облем В попу Потому что Знакомы Нам всеобщие Закнув Годом В морозе С друзьями Теплее Потому что Созвал нас Гулять Карнавал Потому что Глядет Новый год Я скоро Стану Девиной Ух, здорово Дерзают Такая холодина Что зубы Замерзают А я вас Уверяю Земля Меняет климат И с каждым Годом Зимы Теплее Чудок Сейчас Валька Наколдует И сразу Станет Сыра Я вам Рекоменую Мою Подругу Киру Земля Меняет климат Но раз такое дело Пока не потеплело Ай да Локоток Есть одно Русское Средство Тупо Не дать Декабре Нужно Мороженым Греться И Снут Рек Наш Наш Народ Непомедим В Минус Тридцать Один Вы Сообразим Концогреться Город Среди Дем Город Попа потому, что нас валют и греют Попа потому, что на лодке, на лодке, на лодке В романную зерна так позже мы в лёд Попа потому, что знаком нам всё в жизни садков Попа на морозе с друзьями теплее Попа потому, что флажки, серпантин и снежки Попа потому, что грядёт Новый год Земля меняет климат, да, учёные считают Что неостановимым все льды и планеты тают Земля на весне на встречу несётся в орбите Мы только посмотрели, как нам повезло Ты что-то перепутал и стала холоднее Ещё одну минуту, и я стекленею Я всех вас приглашаю, к себе на чашку чаю Как им не обещают, нам будет тепло Тучи опять поползают, белой петею грозят Там, где вода замерзает, жить нельзя Но, как старик, мы гудим в минус тридцать один И организм остаётся невредим Ты же тряде до утчок, новом,roller с випадчок Попа потому, что мы смоем по и trenю Попа потому, что мелкой-то ascend И платья еще раз на встречу нес Попа потому, что знаком, мол, все очень захлопят Попа на морозе, друзья в виде голя Попа потому, что в крови бродят кони любви Потому что кривот, мой бог! 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 Аплодисменты Потому что грядок нужен пандамей Аплодисменты Ах, чудо Мы напоминаем про записки. Нам бы хотелось с вами пообщаться, поговорить о чем-нибудь. Спросите нас что-нибудь умное, если можете. Давай. А мне.